В следующем году в Украине могут повысить сумму гарантий по депозитам до 800 тысяч гривен. Об этом сегодня заявил директор фонда гарантирования вкладов. Напомню сейчас, это 200 тысяч гривен. Как, за счет чего планируют увеличить гарантии для вкладчиков банков в нашем материале. Вклады украинцев тщательнее защитят. В фонде гарантирования вкладов заявили о возможном увеличении гарантированной выплаты для клиентов банков, суммы, которую государство возвращает вкладчикам обанкротившихся финучреждений. Сейчас это 200 тысяч гривен. Сумму гарантирования варто поднимать. Если, например, это было бы 800 тысяч гривен, то в этом случае мы бы смогли додатково еще 30% вклада в физический осип, выходитесь из того, что было бы место еще несколько лет назад, они бы потрапили под государственную гарантию. Однако пока что такое повышение сделать очень трудно, говорят в фонде. В ближайшее время здесь должны выплатить государству огромный долг – 60 миллиардов гривен. Еще 85 миллиардов только процентов. Это деньги, которые в фонде одолжили у НБУ и Минфина, чтобы выполнить свои обязательства перед вкладчиками во время стремительного банкопада прошлых лет. Тогда лопнули 90 банков. Если мы смогли бы выплатить просто гигантскую сумму, сделать гигантскую сумму выплат, то это более 88 миллиардов, то, конечно, за такими запозичениями мы обратились и работали в этом контексте и с НБУ, и с Министерством финансов. Чтобы реструктуризировать долг и изменить условия кредитования, фонд уже начал переговоры с Минфином. Тем временем повысить сумму гарантированной выплаты государство просят и сами вкладчики. Много вкладов было положено в валюту. И, понимаете, когда был долар 8, люди, ложившие, знали, что их суммы находятся в рамках гарантированной суммы. А когда долар став 24, евро стало под 30, то, конечно, эти суммы, а все перераховалось в гривневые эквиваленты, суммы выскочили поза сумму гарантированной. Дельта – крупнейший из лопнувших за последнее время банков. Его клиентам вернули уже более 14 миллиардов гривен. Однако украинцам, чьи вклады больше 200 тысяч, приходится ждать продажи активов в инучреждениях, цена которых часто намного ниже, чем в банковских бумагах. Именно чтобы защитить и таких вкладчиков, нужно поднять гарантированную сумму, отвечают в фонде. В Европе гарантии вкладчикам увеличили уже давно, еще после ипотечного кризиса в 2008 до 100 тысяч евро. А против нечестных банкиров и недобросовестных заемщиков приняли жесткие меры. После ипотечного кризиса ни один банк в ЕС теперь не выдаст вам ни копейки без твердой гарантии возврата с вашей стороны и залога. Эти правила работали и раньше, но теперь за их выполнением следят намного жестче. Усилился контроль, банки заставили тщательно проверять документы, а правоохранители стали активнее заниматься недобросовестными должниками. Усилить ответственность для недобросовестных заемщиков и мошенников призывают украинские власти и в фонде гарантирования вкладов. В парламенте уже разработали закон, который защитит кредиторов и вкладчиков. Тем временем в фонде надеются, что переговоры с Минфином завершатся уже в ближайшее время, а чрезмерно завышенные проценты по кредитам пересмотрят. Тогда начать поэтапное повышение суммы гарантированной выплаты можно будет уже с начала следующего года. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...